здравствуйте дорогие товарищи это самый критический из мыслящих или самый мыслящий из критических каналов на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске победа российских фигуристок которые заняли весь пьедестал на чемпионате мира погрузила в депрессию и доску солидное деловое издание коммерсант отчего же огорчились эти прекрасные люди ну что спорим что это правда или не совсем не может же он каждую минуту врать рубрика так получилось деловое издание коммерсант с грустью и заголовком российские фигуристки упали на пьедестал сообщает российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал чемпионата мира анна щербакова на стокгольмском первенстве завоевала золото елизавета туктамышева серебро а александра трусова замкнула тройку ни одна из них что примечательно не смогла обойтись в произвольной программе без падений однако уровень выступлений иностранных спортсменок оказался низким настолько что даже с ошибками россиянки без особого труда обошли всех своих конкуренток и не что же он хотел сказать этими своими девятью с половиной секундами пускай газета коммерсант и деловое издание но душа у этих людей тонкая стремящаяся к прекрасному гармонии и совершенству и тут конечно возникает конфликт похуже классовой вражды но разве эти ватники от спорта понимают хоть что-то в гармонии взяли грубые люди и заняли весь пьедестал но как-то неизящно они это сделали как-то он не концептуально пробежал ты пришел ты сам так пробеги больше всего их эстетическое чувство ранила победительница трехкратная чемпионка россии анна щербакова занявшие первое место она не только заняла его как-то не концептуально но еще и имела наглость при этом плохо выглядеть видимо еще недостаточно поправилась как пишут журналисты коммерсанта и было в настолько плохой форме что обогнала не только остальных своих соотечественниц но и всех других выступавших это не помешало ей правда занять первое место но выглядела она при этом очень плохо он очень плохо выглядит последнее время он очень плохо выглядит последние 50 лет однако это не мешает ему морочить нам голову но как говорится в россии за три года меняется все а за сто лет ничего вот и с этой победой все то же самое что было кажется уже так давно на зимней олимпиаде в сочи в 2014 году когда что-то мешало порадоваться победе нашей фигуристки 15-летней юлии лепницкой одному из лучших людей нашего города виктору шендеровичу он тогда вспоминал что немцы в 1936 году тоже очень радовались победам своих спортсменов на олимпиаде и тогда в 2014 году шендерович не подвел он на победу 15-летней прекрасной девочки отреагировал так как и полагается лучшим людям нашего города это стыдоба позорище но вообще логика которую нам предлагает коммерсант абсолютно потрясающая они говорят так первое наши спортсмены выступили плохо как нам стыдно что спортсмены так плохо выступают второе правда иностранные спортсмены оказывается выступили еще хуже 3 отсюда казалось бы лавину позора надо было бы обрушить на иностранных спортсменок если они выступили еще хуже наших но нет коммерсант не таков он волной презрения окатил своих как мол не стыдно побеждать спортсменов которые выступают еще хуже тебя как ты мог это сделать хотя из логики самого же коммерсанта следует вроде бы что как только не стыдно выступать даже хуже чем наши фигуристки но критиковать священный эльфийский запад эти ребята не смеют только своих родимых поливают похоже что у коммерсанта случилось то же что и у всех европейцев они просто не могут смириться с тем что русские заняли весь пьедестал и почему обидно европейцам мы понимаем а вот почему так переживает коммерсант точно утверждать не беремся но подозрения у нас имеются меня опять терзает смутные сомнения товарищи это был новый выпуск самого критически мыслящего или мыслящего критически канала на ютюбе спорим врут ставьте лайки рассказывайте о нас вашим друзьям присылайте в комментариях новые темы для разборов и и до свидос